Здравствуйте, в студии Дмитрий Иванов. В эфире итоги третьей рабочей недели марта, на которой жизнь в регионе заметно изменилась. И вот что было главным по версии корреспондентов ОТС. ОТС. Они прибыли с пересадкой, с пересадкой через московский авиаузел. Соответственно, сегодня очень важно взять под контроль пребывающих внутренними авиационными рейсами. Три смены, без выходных, без праздников проводится разработка в том числе и вакцинных препаратов. Фактически, как гласоточные. Первая и самая масштабная инфраструктурная установка, создаваемая в рамках национального проекта «Наука». И она реализуется здесь, на Новосибирской земле, в Новосибирской области. Уже через два года вот тут будут ходить люди. По плану, уровень грунта поднимется здесь более чем на 2,5 метра. Малоизвестный фильм Юрия Шиллера в цифровом качестве во второй части этой программы. А сейчас о коронавирусе, который на этой неделе пришел в наш регион. В среду выявлено первое заболевшее. Симптомы першения в горле и повышенная температура. Инфекцию подхватило в Париже. Домой в Новосибирск добиралось через Москву. Шесть человек летело этим рейсом, семь членов экипажа. Отработали каждого человека. Жители Новосибирска, 63 наших жители. По каждому определен адрес. И сейчас наши сотрудники медицинских учреждений уже пошли по адресам для того, чтобы всех посмотреть, оценить их состояние здоровья. И плюс всем выдать предписание, это Роспотребнадзор, для осуществления карантина на 14 дней. И второй случай объявлен в четверг. Женщина через Москву возвращается из Италии, находится в самоизоляции. Пробы на вирус положительные, при этом симптомов нет. Госпитализирована в инфекционную больницу Новосибирска. Тем временем главный санитарный врач страны Анна Попова поручила губернаторам обеспечить изоляцию всех прибывших на территорию России на 14 дней. Но по решению руководителей Новосибирской области проверять температуру теперь будут и у пассажиров внутренних рейсов, прилетающих в Толмачево. Как показывает уже статистика, все зараженные на территории нашего региона, близ лежащих регионов, Кемерово, Томск, они прибыли с пересадкой, с пересадкой через московский авиаузел. Соответственно, сегодня очень важно взять под контроль прибывающих внутренними авиационными рейсами. Власти всех 85 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. Действительно, аэропорты, а тем более такой крупный и насыщенный рейсами, как Толмачево, в такой период становятся особенными территориями, с особенным порядком и чистотой. Как их соблюдает Дмитрий Белькевич? Аэропорт Толмачево перешел на усиленный вариант работы, связанный с необходимостью более частой обработки всех поверхностей от коронавируса. Клининговые службы используют специально дезинфицирующие растворы, а в скором времени в воздушной гавани появятся бактерицидные лампы. Для пассажиров они безвредны, а для вируса губительны. Аэропорт закупит четыре мощных ультрафиолетовых обеззараживателя. Производительность каждого – тысяча кубометров воздуха в час. Установят мобильные приборы в местах скопления людей, в пунктах выдачи багажа, а также на входах в терминалы, как со стороны города, так и со стороны перрона. Создан штаб, который работает круглые сутки, к которой поступает информация по WhatsApp, идет переписка, и все важные моменты мы отслеживаем. Работу сделанное, что мы сделали и знамечено, это заменили все фильтры на приточных установках, кончили на той неделе. На этой неделе мы приступили к дезинфекции систем кондиционирования. Особое внимание уделяет и сотрудникам в воздушной гавани. Наша работа организована согласно инструкции вместе с Роспосребнадзором. Сейчас, в данный момент, в данной ситуации, медпункт приведен в состояние повышенной готовности. Личный состав, сами видели, он обеспечен всеми средствами защиты. На предрейсовых предсменных осмотрах ведется ежедневный мониторинг. Проводим измерение температуры тела каждому сотруднику и контролируем их самочувствие. О новых случаях выявлений пассажиров с подозрительными симптомами не сообщается. И в медпункт аэропорта никто не обращался. Тем временем путешественники не паникуют. К людям в масках привыкли. Я летела с маленьким флакочком спирта, руки протирала. А так, ну это же грипп обыкновенный, и все. В общем-то, осложнения у него, может быть, какие-то другие. Но больше паники, больше паники. Полки пустые. Ему сейчас перезвонил с Санкт-Петербурга. Макаронов нету. Этого нету. Я говорю, директора радуются, наверное, что у них идет такой вот разбор всех этих продуктов. А так... Меж тем, если на кого и повлиял коронавирус, так это на тех, кто пытается вылететь в страны, с которыми ограничили воздушные сообщения. Сейчас в Толмачево сотни пассажиров рейсов в Узбекистан пятые сутки ждут возможности покинуть страну. Рейс отменили, и сказали, завтра полететь в Ташкент. Вот Ташкент, рейс уже отменили. Два рейса у меня отменили. Вот не могу прилететь. Здесь сказали, что виноваты узбекские правительства. А там говорят, виноват этот Севен. Мы не понимаем, когда улетим. В свою очередь в авиакомпании Севен сообщили, что для возвращения граждан Узбекистана домой согласовали возможность чартерного рейса. Но за полтора часа до предполагаемого вылета перевозчик получил отказ от правительства этой страны на выполнение рейса. Накануне в Толмачево прибыл консул Узбекистана. Сотрудники депмиссии решают вопрос о выполнении рейса национальной авиакомпанией. Дмитрий Белькевич, Сергей Жданов. Итоги недели. Тканевые маски бердского производства, а мы рассказывали об открытии цеха, поступили в продажу. Надо сказать, что эти средства защиты теперь можно приобрести в киосках Роспечати. Еженедельно в продажу будет поступать по 2 или 3 тысячи масок. Цена одной маски 10 рублей. Их продают в упаковках по 5 штук. В ближайшее время они также появятся и в отделениях почты. Пока бердские маски не продают в аптеках. И вот почему. Новое предприятие выпускает продукцию, которая применяется на пищевом производстве и в местах большого скопления людей. Однако на ее продажу в аптеках необходимо получить специальное разрешение. И вот сейчас этот вопрос решается. И это дело времени. Но стоит подчеркнуть, что медицинская маска нужна в первую очередь уже заболевшим людям, чтобы не заражать других. А здоровому человеку нужно надевать медицинскую маску только при контакте с больным человеком или в местах массового скопления людей. И еще один важный момент. Это так называемые фейки. Фальшивая информация. Да, действительно, чтобы не подпустить вирус к себе, нужно соблюдать дисциплину, гигиену, в какой-то степени осторожность. Но при этом не поддаваться панике. Фейковые, заведомо лживые новости, эту панику разжигают. Одна из популярных сейчас тем якобы отсутствие товаров первой необходимости в супермаркетах. Призыв все закупать впрок. Вот типичный фейк на эту тему. Я в панику не вхожу. Паника это вообще последнее дело. Ну, блин, запастись немножко надо. Пандемия это дело серьезное. По данным региональных министерств, в магазинах и на рынках региона сейчас достаточно продуктов первой необходимости и продуктов от сельхозпроизводителей. Запасы пополняются в штатном режиме ежедневно. Проводится мониторинг цены. Поэтому оснований для паники нет. Сотрудники научного центра Вектор сделали снимки коронавируса. И вот так он выглядит под микроскопом. А биотехнологи Вектора тем временем приступили к испытаниям вакцины против коронавируса. Ученые проводят исследования на лабораторных животных. Будут определены наиболее перспективные и безопасные прототипы, а также наилучший состав, доза и способ введения вакцины. На текущий момент это 13 вариантов. Это 5 универсальных, совершенно разных вакцинных платформ. Уже сейчас на данный момент данные прототипы созданы. Мы уже сейчас приступаем к тестированию на лабораторных животных с целью оценки их эффективности и безопасности. По срокам, планируемые сроки, уже в июне мы планируем представить те самые один или два варианта, которые покажут наилучшие результаты. И уже в последующем перейдем к стадии клинических, доклинических и клинических исследований. Тем самым позволят нам зарегистрировать данные вакцинные препараты для защиты населения. Мы стараемся реагировать на просьбы телезрителей, фиксируем все ваши звонки на номер 23810, выезжаем на место событий, пытаемся услышать все стороны конфликта. В редакцию ОТС обратился житель Новосибирска. Он рассказал, что его обманули при покупке автомобиля. Старый намеревался сдать по программе Трейдин, однако стоимость указали смехотворную, всего 1 рубль. А новую машину, утверждает телезритель, пытались продать вдвое дороже, чем предлагали на сайте компании. Дмитрий Белькевич разбирался в этой ситуации. Генератор менял не так давно, ремень изменял, калпачки поменял. Ну, надо было еще пользу, но на тот момент денег не было совсем. Старенькая Тойота для новосибирца Алексея Микушина – кормилица. В ней он перевозит инструменты для работы. Машина повидала много и уже требует внимания. Прогнивают пороги, проблема системы охлаждения, пора менять стойки. Вот и решил приобрести новую. Зашел на сайт крупного автосалона, привлекла цена. После того, как переговорил с менеджером по телефону, решил отправиться за покупкой. Планировал сдать свою машину в Трейдин, а новую взять со скидкой в кредит. Дали мне сперва договор купли-продажи на мою машину, то есть, что я им продаю машину. Ну, как-то не задумываешься, что они могут обмануть. Как-то все так это показал, все рассказал, мы обсудили вроде все моменты. И вот он перелистывал странички так, что сам перелистывает, чтобы не дал мне читать, по сути. То есть, не ознакомиться ничего с ним. Позднее выяснилось, в договоре вместо 90 тысяч рублей машину Алексея оценили в рубль. А в кредитном договоре вместо обещанных 500 тысяч начался миллион. И процентная ставка оказалась в разы выше озвученной по телефону. Это клиент автосалона не устроила, и он отказался от покупки. Но, по словам нашего телезрителя, менеджеры не сдавались и заявили, что машину не вернут. Только спустя несколько часов новосибирец смог забрать ПТС и уехать из салона на старой Тойоте. Журналисты УТС обратились в автосалон за разъяснениями. Там встретили еще одного клиента, клюнувшего на рекламу сайта компании. Нам позвонили и предложили спецпредложение. У нас в городе, откуда мы приехали, там это все значительно дороже. В принципе, сравнивать смысла нет особого. Менеджеры салона заявили, что мошенничества нет. Алексей Микушин машину не купил, документы в кредитном отделе не сохранили. Конфликт исчерпан. Тем временем наш зритель обратился в полицию. Он считает, что других покупателей следует оградить от нечистоплотных продавцов. Заявление новосибирца приняли и допросили. Процессуальные решения примут в установленные законном сроки. Тем временем схему работы, которую описал Алексей, активно применяют в других автосалонах страны. На этих кадрах операции, которую провели сотрудники Росгвардии в Перми весной прошлого года. Тогда были задержаны сотрудники одной из компаний. Они заманивали покупателей низкими ценами, а впоследствии под угрозой жестких финансовых санкций навязывали кредитные договоры. Алексей надеется, что подобные мероприятия стражи порядка проведут и в Новосибирске. Дмитрий Белькевич, Константин Менин. Итоги недели. На неделе владельцы и работники торговых павильонов в Новосибирске собрались на митинг. Речь о павильонах на остановках общественного транспорта, которые в планах мэрии убрать. А владельцы против этого. Но и у городской администрации обоснованная позиция. Город должен меняться в лучшую сторону. И на месте этих ларьков скоро появятся павильоны умных остановок. Кто прав в этой ситуации, разбирался Станислав Блинов. Мы хотим, чтобы развивался малый бизнес, а не для того, чтобы его убивали. Мы пришли, чтобы нас не сносили, наши киоски газетные, чтобы мы не лишились работы. Мы поименем, чтобы, конечно, киоски будут убирать. Так мы где будем работать-то? По плану киоски, которые сейчас стоят на остановках общественного транспорта, совсем скоро заменят павильоны умных остановок. Предприниматели, чьи торговые точки сейчас стоят на этих участках территории, называют это не иначе, как уничтожением малого бизнеса в городе. На сегодняшний день в Новосибирске около 3,5 тысяч нестационарных торговых объектов, в которых трудится больше 10 тысяч человек. Павильоны стоят на городской земле, срок аренды, который ограничен концом 2020 года. Общего языка с городскими властями предприниматели найти не могут. Людям сказано, договоры продляться ни с кем не будут. На вопрос, будут ли предоставлены компенсационные места, ответ отрицательный. На вопрос, дайте нам возможность, как нам поучаствовать в проекте умная остановка, в процессе реконструкции остановочных пунктов транспорта, никак, через концессию. Концессионные соглашения смогут заключить далеко не все работающие сегодня предприниматели, да и условия этих соглашений могут оказаться финансово неподъемными для собственников малого бизнеса. Мэрия делает попытку принять архитектурно-художественный облик нестационарных объектов. Но пока эта работа в процессе, с предпринимателями, которые являются добросовестными, можно было договориться и нарисовать им перспективы. То есть даже при потере места можно сохранять бизнес, и эта федеральная норма присутствует в законодательстве. Собравшиеся называют митинг вынужденной мерой, на которую их толкают городские власти. Сотрудники мэрии обвинения отвергают. 80% сведений, которые прозвучали со сцены, ну может 70, они ложные. Вот площадь Маркса, например, 5 киосков, все разноцветные, все разные площади. Они что, спички будут тянуть, кому из них остаться? Там не нужно 5 киосков, понимаете? Там нельзя ни пройти, ни проехать, ни почистить тротуар, ни пройти людям, приехавшим на транспорте, выйти на тротуар. Итогом митинга станет список требований к мэрии Новосибирска, составленных с учетом опыта других регионов. Насколько сильно преобразятся городские улицы и пойдет ли это на пользу жителям, увидим уже скоро. Станислав Блинов, Алексей Погодин. Итоги недели. На неделе в Наукограде Кольцова дан старт проектно-изыскательским работам по строительству новосибирского синхротрона. СКИФ – это основной, или, как говорят, флагманский проект программы «Академгородок-2.0». Установка позволит изучать материю на атомном уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, медицины, химии. На месте, где будет строительство, побывали наши корреспонденты Алина Штоколова и Андрей Дулепов. Специалисты изучают грунт. Это самое начало проектно-изыскательских работ. Основная часть еще впереди. Ногин подрядчик уверен – справятся до конца года. На 2020 год у нас запланировано проведение комплексных инженерных изысканий и разработка проектной документации. Проектная документация – это основные технические решения, которые должны обосновывать работу будущего объекта строительства, обеспечить, безусловно, его безопасность и, самое главное, выход на показатели. Проектная документация, которая в следующем году у нас пойдет на главгосэкспертизу. На эти цели потратят первый миллиард из 37. Именно столько средств направят на строительство сибирского кольцевого источника фотонов. СКИФ будет включать в себя ускорительный комплекс, экспериментальные станции и лабораторный корпус. Вряд ли есть какие-то современные области исследований и технологические направления разработок, которые не используют этот инструмент. Он используется и в химии, и в физике, и в биологии, в медицине. Очень широкий спектр исследований, фармакологии. И не случайно соседство этой площадки с одним из ведущих мировых центров в области биотехнологии, государственным научным центром «Вектор». Новый научный центр раскинется на площади больше 50 гектаров. СКИФ поможет развитию как науки, так и инфраструктуры Наукограда. Для того, чтобы сложить все вместе в такой СКИФ-городок, логистика дорог, соответственно, развивается. Мы сейчас проектируем еще объездную дорогу, которая соединит трассу «Окадемия-водок-Кольцова». Трасса «Орловка» и «Барышево» от туннеля тоже пройдет напрямую. Поэтому здесь еще и Ленинск-Кузецкое направление. Построить СКИФ планируют за ближайшие три года. Обвести синхрострон в эксплуатацию в начале 2024-го. Алина Штоколова, Андрей Дулепов. Итоги недели. А на еще одном крупном и важном объекте региона, станции метро «Спортивная», закончили монтаж фундаментной плиты. Теперь рабочие приступают к возведению так называемых вестибюлей. Надо сказать, что это надземная станция метрополитена. Она будет встроена в левобережную эстакаду метромоста. Пути пройдут между перронами, как на станции «Речной вокзал». На уникальном объекте побывал наш корреспондент Александр Шпак. За моей спиной возводят вестибюль новой станции метро. Работают круглосуточно. Каждый день строители укладывают более 70 губометров бетона. Уже через два года вот тут будут ходить люди. По плану уровень грунта поднимется здесь более чем на 2,5 метра. Строят прямо под метромостом. Между студенческой и речным вокзалом. Скорость движения поездов специально снизили. Для того, чтобы уменьшить уровень вибраций, опасный для еще не набравших прочность бетонных конструкций. «Строительство не требует от нас остановки движения». «Однозначно нет. Движения, остановки, об этом даже не третий». Всего нужно залить 16 тысяч кубометров бетона. 6 тысяч – уже в фундаменте станции «Спортивная». «Как стройка идет?» «Работа нормально, хорошо строим. Вот работа приятная, нам нравится. На предстоящем чемпионате мира по хоккею, который в 2023 году примет Новосибирск, «Спортивная» станет главным транспортным узлом. Туда будут ехать туристы, чтобы попасть к ледовой арене. За графиком работы следят строго. «Мы планируем в середине года, где-то в июне месяца, перейти уже к установке электрооборудования». Большая его часть уже закуплена. Ждет своего часа в ангарах и складах. Над входом в административный корпус «Табло» идет обратный отсчет. До ввода в эксплуатацию 830 дней. И о том, что планируется построить в районах области, шла речь на приеме губернатора Андрея Травникова по личным вопросам. Тагучин, Машково, Кольцово, Искитим – Ордынский район. География достаточно обширная. А что спрашивали жители области и что им отвечали? В сюжете Ксения Петренко. Олег Кулигин приехал из Тагучина. Его старшему сыну 5 лет. Младшей дочери нет и полутора. Говорит, у них в городе много молодых семей с детьми. А мест в садиках всем не хватает. Ехали с вопросом о строении нового детского сада «Ясли». Почему меня волнует? Потому что надо облегчить ситуацию всем родителям дошкольного возраста. Конкретно «Ясли» кто-то может, допустим, ребенка оставить своего и идти, то есть работать, зарабатывать. Губернатор Новосибирской области заверил, как сойдет снег, начнут строительство нового детского сада на 230 мест. И уже в следующем году Олег Кулигин получит путевку для дочери. Еще одно обращение от жителей поселка Обской Машковского района. Помощь селянам там оказывают в медпункте школы. Это неудобно и детям, и пациентам. ФАП ждут давно. В этом году мы планируем выйти на 41-42 ФАПа, то есть увеличить объемы. В том числе и в Машковском районе, это серьезные планы, вот я посмотрел справку, только в этом году в Машковском районе мы планируем 5 ФАПов начать. Это село Мошнино, Широкий Яр, Радуга, Балта и поселок Обской. Новое здание будет модульным. Это просторный холл, прививочный и приемный кабинет, хозблок. Строительство начнут уже в этом году. А вот в поселке Чернаково Ордынского района другая проблема. Нужен дом культуры. Местным коллективам приходится ютиться в библиотеке. Все мероприятия культурные, какие проводятся у нас, они проходят в начальной школе. Школа начальная, Чернаковская, на первом этаже. На втором этаже у нас сельская библиотека, это чердачное помещение. Там же, в этой сельской библиотеке, на втором этаже, проходят репетиции нашего культурно-досугового центра. Глава региона дал обещание Дому культуры быть. Деньги выделили, участок выбрали. Под личным контролем губернатора и вопрос о возведении универсального спорткомплекса в Кольцово. Проектно-сметная документация готова еще с 2014 года. Но работы так и не начали. Сейчас за дело возьмутся серьезно. Планируют все закончить к декабрю 2021 года. Ксения Петренко, Андрей Дулепов. Итоги недели. На неделе в нашем северном полушарии день весеннего равноденствия. Это значит, что светлое и темное время суток продлятся поровну. С древних времен этот день давал старт посевной кампании. Существовала и примета, согласно которой от погоды на этот день зависит, насколько теплым будет лето и как скоро оно придет. Но астрономы смотрят на это событие с профессиональной точки зрения. Составляют линии, соединяющие точки положения Солнца на небе в одно и то же время суток в течение года. Они называются аналеммы. И вот как астроном Новосибирского государственного университета Альфия Нестеренко эти аналеммы расшифровывает. Вот сейчас мы рассмотрим аналемму, которую сняли над Новосибирском. Это вот путь Солнца как раз. Скорее всего, вечернее время снята аналемма. Видите, вот дома. И здесь у нас точки. Вот поворот Солнца. Солнцеворот, как в древности говорили. Это, скорее всего, снято как раз в день зимнего солнцестояния. Здесь Солнце достаточно долго зависает у нас. И дальше оно идет у нас по восьмерке наверх. Вот она восьмерка. А это у нас как раз день летнего солнцестояния. И вот середина вот этого расстояния, середина, ровно середина этой восьмерки, вот она будет вот здесь. И здесь у нас как раз и будут дни весеннего равноденствия и осеннего равноденствия. На неделе 17 марта была годовщина со дня смерти кинорежиссера Юрия Шиллера. Он умер в 2019. Заслуженный деятель искусств России, лауреат государственной премии, автор более 60 документальных и игровых фильмов. В Новосибирск он приехал в 1976-м. Планировал поработать несколько лет и переехать в Москву. Но в итоге остался на всю жизнь. Любил снимать о провинции, в сельских районах, особенно в Краснозерском. Там, в деревне Локтенок, в 1999-м Шиллер снял документальный фильм «Время кукушки». Кинорежиссер нового поколения Станислав Шуберт этот фильм оцифровал с кинопленки. И мы сейчас покажем его в хорошем качестве. Это фильм наблюдения. Или фильм размышления о сельской жизни в конце прошлого века. О людях, об обстановке, об атмосфере в деревне. Смотрите прямо сейчас, а мы встретимся через неделю. Удачи! У меня внучка, Белая Тюцеркова. Тут есть немецкая церковь у нас. Принесет книжечку и им дает. А почему в Невецкой? А? Ну, нет у нас русской. Или немцы вытрибовали, я не знаю. Немецкая у нас. Католическая, или как бы сказать, вот такая. Есть, а русской нет. Почему, не знаю. Немецкая? Католическая, алив情. Католическая. Шуруп. Суруп. Католическая. КОНЕЦ 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 Музыка Да мы хотели с вами даже побеседовать. Почему так? Находит туча на наш локтенок. Одна сторона туды, это не один год, не первый год это так. А все время так. С любой стороны не заходит сюда. Что-то отклоняет вот это. Земля зола золой. Это не просто так промосить ее. Вот что-то не допускает. Хоть бы сейчас пошел. Вот. То есть ты считаешь, что раньше была общественная форма собственности, и она тебя удовлетворяла? Да. Приватизированная это частная форма собственности. А почему? Ведь суть перестройки заключалась в том, что отношение людей к этой общественной собственности стало ничейное, и перестали работать, приносить прибавочный продукт в том количестве, в котором нужно, и того качества, которое нужно. Ведь общественная собственность привела к тормозу в общественном развитии. И нужна была смена формы собственности. Я считаю, что все у нас неправильно. Все это правительство во всем этом виновата. Почему нельзя сделать было все это государственно? Ну почему? С 1990 года детство народных депутатов приняло декларацию о государственном мире и детстве России. Состоялась новая страна. Демократическая Россия. Поэтому я нам, как можно, не разносить. Не раз даю что, не разносить в море, на стол, на кровати. Приезжайте, дарская. Своих детей доверяется, и родственник сраданий, и родственник сраданий. И все же мы верим в мужья, и без этого жить невозможна. И такие испытания переносила Россия преодолеет и ныне в ней. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Карпы, щуки... Раньше щуки были... Помню, дед ловил килограмм на 15, наверное... Разбегается... Никому ничего не надо... Здесь... Деревня все... И перспективная же... Теперь же... Уполняется... Фракторки... Горозы... Шредом 45 градусов... Уполняется стопор... Петля Нестерова. Еще одна петля. Ой, да где мой милый дружок проживай? Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok